Ремонт двора не причина отказываться от летнего времяпрепровождения на свежем воздухе. Пока еще эти ребятишки играют на старой детской площадке, но совсем скоро у них появится новая современная игровая зона. По поручению губернатора Московской области, ежегодно в каждом муниципалитете должно благоустраиваться не менее 10% дворовых территорий. На этот год в Ленинском районе запланировано отремонтировать 17 дворов. Сейчас активные работы ведутся во дворе дома номер 19, а по улице Советской. За домом мы устраиваем парковочные карманы, порядка дополнительных 40 машин и мест появятся. Саму территорию дворовую мы также благоустраиваем, расширяем парковочное пространство, делаем детскую площадку для возрастной группы 3-7 лет, зону отдыха для жителей взрослых и также еще спортивная площадка. Но это далеко не все, что предстоит обновить. Здесь, как и в остальных дворах, которые запланировано отремонтировать, будут реализованы все шесть обязательных элементов благоустройства дорогих территорий. Положат новое дорожное покрытие, заасфальтируют тротуар, установят столбы освещения с энергосберегающими лампами, озеленят территорию и огородят ее, приведут в порядок зоны для сбора мусора. Надо делать все это, как положено. Очень хорошо, конечно. По этой аллее все будут ходить. Не по грязи, а по аллее. Все изменения заранее согласовывались с жителями. Некоторых из них волновала тема вырубки зеленых насаждений. Но и в этом вопросе удалось прийти к конструктивному решению. Частично будут вырублены зеленые насаждения, но это касается кустов акации. Основные насаждения, такие как клен, который здесь располагается, мы его сохраняем, то есть максимально хорошие, здоровые деревья мы оставляем, обходим их и где возможно, естественно, в том числе увеличимые парковочные пространства, потому что это проблема во всем Ленинском районе, нехватка машин и мест. А в соседнем дворе дома 21, дробь 22, по той же улице Советской, работы по благоустройству уже подходят к концу. Осталось, что называется, навести лоск. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, ВИДНТВ.